Ах, Warcraft 3, ты божественен, лучшая игра от Blizzard из всех. Ни один проект и по сей день не может повторить успеха Warcraft 3. Ну, во правда, даже хвалёный StarCraft не доставляет так, как эта игра. Ну ладно, меньше эмоций, ведь я даже в этом шедевре умудлился найти чуть-чуть минусов. Но в целом, несмотря на масштаб этой игры, я не буду говорить о ней слишком долго и слишком подробно. Ибо кто не знает Warcraft 3? Да все знают Warcraft 3. Ну, начнём, пожалуй. После успеха второй части, Blizzard стало явно не до этой серии. Компания отвлеклась на другие, более перспективные проекты, которые также стали мегахитами. Я говорю про StarCraft и две части Diablo. И крутой новостью стала разработка новой части, понятно какой серии. Можно долго говорить, какой игла могла бы быть, каких только вариантов не рассматривалась. Даже была идея сделать ролевую игру. Или сделать пять играбельных раз. Лист игры состоялся в 2002 году. Игра стала не только лучшей стратегией, но и лучшей игрой года из всех вообще. Имя ей Warcraft 3, Ring of Chaos. Игра не имела вообще ничего общего с предыдущей части. Ещё бы, шесть лет прошло. Графически она была полностью в 3D. Четыре играбельные разы вместо двух. Проработанный сюжет, который сейчас поражает своей проработанностью. Я даже не знаю, с чего начать. Наверное, да, сюжет. А так как, я расскажу его только за вязку, потому что вы его либо знаете, либо... Кто вы вообще такой? Не хочу спорить. Обязательно пройдите эту игру. Игра начинается с того, что к тому самому Тралу, вождю орков, приходит некий пророк. И говорит, что бы он собрал орду и был далеко. В то время люди сражаются с другими орками, которые пытаются вызвать демонов. Вызвать демонов. Кстати, возглавляет людей сын короля, принц Артес. Это один из самых крутейших игровых злодеев, который века дали его сталкивался. Он просто шикарен. Все так мило начинается, он такой хороший, такой принц, а потом... Вообще, он не главный злодей франшизы, и не главный злодей этой игры отдельно. Вообще, стоит за всем Нерзул, вождь орков из второй части, которого демоны наказали и заставили управлять нежитью. Кстати, именно демона посвящена компания Ring of Chaos. А Нерзул и Артес здесь уходят на второй план, а потом возвращаются в сюжетном дополнении. Еще есть сюжетная линия Джайны Праудмура, волшебницы. К ней тоже приходит тот пророк, потом еще есть громадский крик, персонаж второй части. Еще ночные эльфы, которые также сильнее раскрываются в дополнении. Да и вообще, там столько всего, столько событий, столько персонажей. И это одна из самых крутых фантазийных вселенных современности. Столько сторон конфликтов, столько разных рас и существ, столько сюжетных линий. И все это в облочке крутейшей сюжетной кампании. Весь сюжет рассказать невозможно, да и не надо. Он очень долгий и проработанный. На ютюбе даже целые каналы есть, где его пересказывают. Поговорим об игровом процессе. У нас в распоряжении 4 расы. К знакомым людям и оркам прибавились нежить и ночные эльфы. Хотя изначально раз должно было быть 5. Еще должны были быть демоны. Из-за всех реально интересно играть. Ибо за десяток лет своего существования серия так и избавилась от условностей в различии рас. Наконец-таки! Это самое различие игра переняла у Старкрафта. То есть расы разные во всем. Вообще во всем. Даже такой процесс, как это бычье золото, здесь неоднозначен. Значит, эльфам нужно оплетать рудник, нежить должна проклинать его и все в этом духе. Здесь не то, что разные боевые единицы. Здесь различия даже в зданиях и их строительстве. В людей все по-обычному. Правда, фермы добывают всего 6 пищи. А на строительство здания можно посылать больше одного рабочего, что увеличивает скорость строительства. У орков есть шипы на зданиях, которые носят в сторону врагу. Нежить может стоить только на проклятой земле. Аналог слизь зергов Старкрафта. Ну а ночные эльфы вообще поражают своей оригинальностью. Большинство их зданий это древо, которые умеют самостоятельно передвигаться и атаковать. Однако это я просто так привел пример различий. Их на самом деле очень много, а не только здания. Бойнов здесь также в изобилии. Однако кое-что мне не доставляет. Из ресурсов была убрана нефть. То есть игра полностью отказалась от людей сражений на воде. Ну, не знаю, по-моему это зря. Однако в игре появилась другая фишка. В нее были интегрированы элементы РПГ. У нас появились герои. У каждой из рас их по 3. Все они отличаются способностями и прокачиваются до 10 уровня. В геймплее вокруг них вращается все. Вообще все, не прокачался, будет тяжко. Да также мобы нейтральные войска, с которых можно получить опыт и собрать лут. В целом эти с героями мне кажутся очень удачные. Но тут возникает вопрос, что там с балансом, если войска одной расы не имеют аналогов у другой. Ну, как сказать. Здесь нет лишней боевой единицы. Но некоторые уж слишком сильные и местами гребаная имба. Но это компенсируется тем, что такие ребята есть у всех сторон конфликта. У нежити ледяные змеи, огромные драконы, которые замораживают здания. У эльфов невосприимчивые к магии Дриады и Химеры, стреляющие молниями, очень больно бьют. Уорды самый сильный герой в игре, это гребаный мастер клинка. У него есть криты, самая смертоносная ульта из всех и гребаная невидимость. В мультиплеере вас все время будут атаковать из-под тишка, это жутко бесит. Однако гонять за него не так просто, имение партизанит это настоящее искусство. Так что какая-то компенсация тут есть. Вот только у Альянса нет своего туза. Однако играть за него проще простого, здесь вообще не нужно ни в чем разбираться. А базовые войска сильнее остальных, явно. Но есть один настоящий минус. То, в чем эта игра проигрывает даже у второй части. Экшен и свобода игрока. Игра как-то слишком стромка к вам относится. Во-первых, здесь в труднике могут работать максимум 5 человек. Без вопросов. Когда во второй части количество было вообще не ограничено. Чем больше людей, тем больше золота. Во-вторых, необходимость строить фермы перешла на новый уровень. Суть в том, что боевые единицы теперь требуют больше одной единицы пищи. Из-за чего фразы типа Нужно построить зекурат. Будут звучать каждые 5 минут точно. И это еще ничего. А вот вам настоящий хардкор. Количество пищи ограничено. Строго 100. Это ограничение было и во второй части. Но там воины стоили по одной единице пищи. А лимит был не 100, а 200. Поэтому никто его никогда не достигал. А тут игра давит на вас и не позволяет создавать большую армию. Но даже на этом новаторство не заканчивается. И в игре появились... Расходы, мать вашу! Это очень полезная функция. Вы ее полюбите. Что же это такое? Когда вы достигаете определенного количества пищи, где-то 70 или 60, точно не помню. Ваши люди будут добывать золото не по 10 как надо, а по 7. При том, что в руднике будут тратиться также 10. А если вы сделаете войск еще больше, то игра накажет вас еще сильнее. И добыча упадет до 4. 4 единиц золота! Это охренеть как весело! Ну вот кто посчитал это хорошей идеей? Разрабы, вы хотели игру сделать сложнее, что ли? Ну и нахрена? Она слишком много от нас требует. Зачем столько правил? Игра становится умнее, но менее зрелищной и быстрой. И это раздражает. В игре есть просто чешуенная сюжетная кампания и огромное количество роликов на движке игры. Сейчас это спремнется дико и устаревше, но мне было все равно интересно это смотреть. Благо ролики поставлены хорошо, диалоги написаны грамотно, миссии также интересны. Однако тут есть к чему придраться. Сложность. Да, здесь уровней сложности всего 2. Средний и сложный. И как советовать эту игру тем, кто не любит стратегии? Это плохо, друзья. С одной стороны, это конечно придает игре олскульно-хардкорности, а с другой... Графически игра смотрится очень круто даже в наше время. Наверное, нельзя говорить о сюжете и кампании, не упомянув наш русский дубляж. Игры от Blizzard вообще славятся годной локализацией. Голоса, текст, даже шутки на русский лад. Я спою. Все это сделано отлично. Значит ли это, что наши дубляторы молодцы? Это мы еще поглядим, пупсик. Эй, да ладно! Ты что, хочешь оставить меня тут наедине с этой лесбой? Ну, может быть. Единственное, что немножко угнетает, это неправильно переведенные имена персонажей иногда. Ну, например, гром адский крик вдруг стал громом задирой. Почему? В 2003 году выходит новое сюжетное дополнение к игре под названием Warcraft 3 The Frozen Throne. И это просто охренительно! Четыре новые сюжетные кампании и большие изменения в игровом процессе. Для каждой из раз появилась по-новому герой. Появилась возможность также нанимать героев в таверне. Что вносит большое разнообразие. К тому же вы посмотрите на этого панду! Ой, с кем поведешься, с тем и наберешься. Он просто офигенен! Появилась возможность постройки магазина для героя на базе. Новые боевые единицы. Но все это полная хрень рядом с кампаниями. Ох, как они хороши! Мне особенно здесь нравится идея сюжета зло против зла. Когда добро окулит сторонки. И миссии, которых нам дают поиграть больше, чем за одну расу. Еще появилась такая фишка, как дополнительные кампании. Вы можете их скачивать с интернета или создать самому. Ах, да, создать самому. По поводу создательства. Ну, что тут вам говорить? Вы ведь так все знаете. Редактор карт. Суть в том, что Warcraft и по сей день остается самой модируемой игрой из всех. Редактор здесь гениален. Тут можно изменить все. Вообще все! Боевые единицы, текстуры, локации, кампании, ролики, константы, игровой интерфейс, триггеры. Потенциал безграничен. Ах, сколько на свете карт, которые даже стали породителями целых жанров, как например Tower Defense или MOBA. А некоторые так вообще превратились в полноценные игры. Я говорю... Да, про нее. Про любимую. Еще игра гораздо на приколы, пасхалки и отсылки к массовой культуре. Например, на одном из уровней можно поиграть с Гидролийской и Старкрафта. В компании за альянсом The Frozen Throne есть секретный уровень. Чит-код на бесконечную ману звучит как The Reason of Spoon. Это отсылка к фильму Матрица. Ну а шутки из долгого нажатия на война так и даже говорить не буду. Их тут просто завались. Ну, вроде все. Больше мне нечего сказать. Эта игра мега успешна. Она заслуживает всех своих похвал. Ираки уже давно возвели ее в культ и совершенно заслужены. Проект для меня ни капельки не перехвален. Ну а если вам интересно, что думаю, я лучшая стратегия всех времен. Без преувеличений. Ни Старкрафт, ни СиНС, ни Морхаммер. Они впечатляют меня так, как бы этот без преувеличения шедевр. Стори-мод, мультиплеер, пользовательские модификации. Ну все, очень доставляет. Игра не надоест никогда, особенно если играть с друзьями и познавать подивки фанатов. Каждый раз вы будете открывать для себя что-то новое, что-то неповторимое. Хотя мне жаль, что некоторые игроки даже не знают о нормальном гипплее этой игры. Гоняют только всякие там датаны. Я про игроков, которые младше 14 лет в основном. Кстати, о мультиплеере. Может, рубанем? Голдовый сходач? Толпой? Ах, я там был. А дальше произошло очень необычное событие. Одержимые славой Blizzard закрылись свои студии еще на год. Ходило немало слухов о их новом проекте. Больше всего фанаты ждали новое дополнение к третьей части. Но, как оказалось... Ну, вы знаете, как оказалось. Им было мало сделать стратегию всех времен. И они занялись новой частью франшизы под названием World of Warcraft, которая стала лучшей ММО всех времен. Игра, количество хитеров которой пропорционально количеству фанатов. Игра, которая, по мнению многих, загубила франшизу и сделала ее продуктом только для задротов. Я говорю, да, World of Warcraft. Я думаю, эта игра не нуждается в представлении. Онлайн-рпг вышла в 2004-м, попала в игре World of Games как самая популярная ММО, и как самая популярная онлайн-игра вообще. Говорить о геймплее тоже не имеет смысла. Он во всех ММО одинаков, так ведь? Говорю сразу, подробного обзора здесь не будет. Я расскажу общую концепцию игры и подробно о дополнениях. Поехали! Быстро! Игра хоть и была в свое время настоящим прорывом, но сейчас ничего особенного в ней нет. Игра посвящена вражде двух больших фракций, Альянсе и Орде. В каждой из сторон определенное количество рас. Серия эта уже проходила. Альянс это люди, эльфы, гномы и т.д. Орда, орки, тролли, таурены и т.д. Проходит эта борьба на планете Азерот. В ней есть 4 материка. Восточный, Калимдор, Нордренд и Пандария. В принципе, здесь на этой вражде построено все. Вы ходите в рейды на врагов, воюете, качаетесь. Также в игре была продвинутая система общения между игроками, что позволяло удобно играть с друзьями и объединяться в гильдии, с которыми также можно было вместе ходить в рейд. Графика сейчас смотрится совсем уж примитивно, хотя с каждым дополнением она улучшалась. По-моему, в третьей части она была лучше. Вообще здесь, на первых порах, когда игра вас еще не задолбала, вся эта мощная рутина смотрится очень интересно, особенно в нее, фанату серии. И было очень интересно проводить за вов целые часы. Да, часы. По поводу часов. Эта игра прославилась именно тем, что жутко затягивает и делает из людей задротов. Или тайные случаи даже были. Игра особенно прославилась тем, что жутко затягивала и делала из людей людей задротов. И летальные случаи от такого долгого игрища даже были. ММО это зло, друзья. Эта игра была просто началом конца. И нет, я не буду сейчас приводить примеры и все такое. Вообще, я это озвучивать не хотел. Просто ретроспектива все же. Хотя, знаете, я вообще не собирался рассказывать про World of Warcraft. Поймите меня правильно, мне нравится эта игра. Я считаю ее лучшим в своем жанре. Но при этом, я понимаю людей, которые ее ненавидят. Ведь это гребаный конвейер. Этот продукт уже изжил себя. Пора Близзард двигаться дальше. Ну ладно, поплакаться о потерянной дружбе серии я как-нибудь потом смогу. В конце. Разбирать проект подробно я не буду сейчас, так как это самое обычное ММО. Простите, но это так. Январь 2007-го простался выходом первого сюжетного дополнения к игре под названием World of Warcraft The Burning Crusade. По его нововведению, игры продвинулся вперед сюжет. Он тут весьма условен, это же ММО. После третьей части он меня совсем перестал интересовать. Однако некоторые гики за ним все же следили. Проигравшие в войне и нежити, и ночным эльфам, демоны, кровавые эльфы и наги пытаются вновь захватить мир. В качестве главного злодея тут выступает знакомым всем по третьей части Ильдан. Мой, между прочим, любимый персонаж. На втором месте после Артеса. В игре появился новый мир, Запределье. А также две играбельные расы. Реней для Альянса и эльфы для Орды. 2008 год ознаменался выходом еще одного сюжетного дополнения под названием World of Warcraft The Rise of the Lich King. Именно в этом аддоне появился Нортеренд. В центре внимания небезызвестны Артес Минитил и Нерзул. Лично мое знакомство с ММО началось именно с этой игры. И поэтому гнев королевича мне больше всех по душе лично. Игра стала намного масштабнее. Максимальный уровень персонажа поднялся до 80. Также появился новый уникальный для всех раз класс персонажа. Рыцарь Смерти, доступный с 55 уровня. Чем больше существовал World of Warcraft, тем больше он терял своих игроков. Буквально тысячами. WoW становился все менее популярным. Казалось бы, пора остановиться, но нет. Разработчики пошли на очень оригинальный ход. И в 2010 выпустили еще одно дополнение с названием Cataclysm. Вообще, должен признать, годная вещь. Все благодаря тому, что создатели решили сделать так, чтобы каждый игрок, начиная играть, чувствовал себя более особенным. Начальные квесты так вообще захватывали, а на сюжет было не насрать. Все это, конечно, улетучилось после уровня так, 25-го, но все же. Это работает. Сюжет посвящен дракону Детвингу, который дебютировал еще в Warcraft 2. Он стремился разрушить Азерот, и обеим фракциям нужно было это предотвратить. В игре появились новые расы, воргины, которые стали за Альянс, и гоблины, которые перешли на встроенную Орды. Теперь пойдем еще быстрее. 2012 год и Миссов Пандария. Оказывается, что в Азероте был еще один континент, Пандария. Он был скрыт за густым туманом, и там живут те самые милые пандочки. И, конечно же, орки и люди начинают воевать за новую территорию. Что пробуждает Тша, злого духа, плохих качеств человека. И не только его. Каждая из сторон конфликта досталась по клану Пандарияна в качестве новых играбельных рас. Ну и последнее на сегодняшний день дополнение Warlords of Draenor, вышедшая в 2014. Игра делает атаки перезапуск в плане сюжета. Суть в том, что Горош Адский Крик, один из злодеев предыдущей части, попадает в тюрьму. Потом сбегает, а потом попадает в прошлое за 35 лет до сегодняшних событий. То есть во времена самой первой части, которая Orcs Inhumans, если кто не понял. Горош переубеждает своего отца, Грома, подчиняться демонам. Тем самым меняя историю и, используя армию не зеленых орков, а так куда-то взрод. Но уже без демонов. Не знаю, чего на лице у меня улыбка. Может быть, из-за понимания того, что сами Близзард помнят о стуки серии. И не забили на нее болт. И решили дать ей такое новое воплощение. В игре появился новый мир. Draenor. Родина орков. И мне это показалось чертовски странно. Ибо я всегда думал, что за предели это и есть Draenor. Да. Ну, наконец-то. Все сделал. На сегодняшний день, по вселенной Warcraft, других игр больше нет. В целом, еще много всяких вещей имеет эта франшиза. Вселенная очень большая, проработанная. Она и по сей день активно пополняется всякими книгами, комиксами, другим стафом. Все эти штуки очень интересны. Конечно, это же Warcraft. Кстати, недавно вышла забавная модификация для Starcraft 2. Это Warcraft 3. То есть, как бы, порт на другой движок. Лично меня это не особо впечатлило, ибо сейчас это смотрится довольно криво и примитивно. Ну, посмотрим, что будет дальше. Понятная идея, что версия пока что еще не очень проработанная. Еще понятно, какие персонажи засветились в недавно Heroes of the Storm. Вы, наверное, ее уже опробовали, а я никак все не возьмусь. Неудачник. Да. Думаю, стоит обмолвить словечко о том, что нас ждет в ближайшем будущем. На вторую половину 2016 года запланирована новая часть World of Warcraft Legion. Не знаю, что сказать. Я этот аддон не жду, если честно. Да и вообще не играю в World of Warcraft на данный момент. Кое-что меня все же интересует. Примерно в то же время готовится новый фильм по понятной какой франшизе. Я думаю, вы уже наслышаны. Вначале картину должен был режиссировать Сэм Рэйми. Однако я слышал, что Blizzard уволили его из-за того, что он хотел сделать орков злодеями. После этого режиссерское кресло досталось Дункану Джонсу. Вот так все строго. Лично я в проект не очень верю, учитывая, какие сейчас снимают фильмы по играм. На данном кинце известно довольно мало, так что я воздержусь. Ну и под конец я собрал инфу, которая должна ответить на величайший вопрос человечества. Будет ли Warcraft 4? Да бросьте, ребят. Мы же знаем, что серия мертвее мертвых. World of Warcraft похоронил франшизу, она уже никогда не будет прежней. Сотрудство геймеров, мейнстримное ММО, запуск конвейера. Вот виновники гибели серии. Пора уже смириться с друзьями и перестать мечтать. Ну ладно, хватит, а если серьезно. Некоторые из дизайнеров Blizzard совсем недавно заявили, что на данном этапе они уже готовы начать работать. Однако отдел стратегии ничего не дали зеленый свет, потому что Blizzard не может вернуться к Warcraft, пока не закончится работа над Старкрафтом. А как-то выходит последняя лиды с его взвод в ноябре, сучки. Жизнь за Айур. Само собой, мне кажется, что подробных новостей ждать осталось не так долго. Однако не стоит пока рвать рубашки на своих гордых грудях, так как, зная Blizzard, делают игры по 5 лет не меньше, думаю, губу раскатывать еще пока не стоит. Во всяком случае, я верю, что продолжению быть, хоть и не скоро. Да и так ли мертва серия сейчас? Кто сказал, что WoW это конец? Мы ведь и по сей день можем наслаждаться величием третьей части, ностальгировать по второй и первой. Но и сам этот WoW не так уж и плох. Я не считаю Warcraft мертвым. Ни как стратегию, ни как серию в целом. Можно долго ругать конвейер за его конвейерость, но я люблю Warcraft как никакую другую серию и вселенную, по которой мне не стыдно фанатеть. Ну а это все, моя ретроспектива подошла к концу, надеюсь вам понравилось. Это было ну очень сложно, для меня уж не думаю, что странные себя оправдают. Ну ладно, это был Барсик. Оценивайте, подписывайтесь, стройте только на проклятой земле. Хотел сказать с акцентом, но что-то передумал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА